Как в продолжении жизни солдат, Под звездами мирной державы, Цветы на разных могилах горят, Венками немеркнущей славы. Мне тебя забыть бы надо, Мне тебя забыть бы надо. Только все напоминает Мне сегодня об одном. Ленинградская блокада, Ленинградская блокада, И стучащий неустанно Ленинградский метроном. Мне тебя забыть бы надо, Мне тебя забыть бы надо. Только все напоминает Мне сегодня об одном. Ленинградская блокада, Ленинградская блокада, И стучащий неустанно Ленинградский метроном. Тишина стоит такая, Тишина стоит такая, Тишина стоит такая, Тишина стоит такая, Древнегарская застава, Спит под снегом летний сад. Метроном не оболкает, будто все сердца погибших и сегодня в нем стучат. Здесь нас бомбами глушили, здесь нас голодом душили. Только мы с тобой, мой город, были все-таки сильней. Нет, мы их не позабыли, нет, мы их не позабыли. Девятьсот ночей блокадных, девятьсот блокадных. О блокадном Ленинграде написано большое количество книг, снято множество документальных и художественных фильмов. Про героическую оборону города рассказывают школьникам и студентам. В разных частях Санкт-Петербурга установлены памятники, памятные знаки и таблички. А на Соленом переулке действует Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда – это, конечно, трагическая, но в то же время великая страница российской истории. Она унесла жизни более двух миллионов человек. Пока память об этих страшных днях живет в наших сердцах, находит отклик в произведениях искусства, передается из рук в руки потомкам, такого никогда не повторится. Блокаду Ленинграда кратко, но емко описала Вера Инберг. Ее строчки – это настоящий гимн великому городу и одновременно репьем по ушедшим. Слава и тебе, великий город, сливший воедино фронт и тыл, в небывалых трудностях которой выстоял, сражался, победил.